ну и сразу вспомнил смотрите это называется контрольные расходы и они ученые но мне же продавать поехали дальше маленький кусочек конфеты маленький маленький все близко все принимает потом такой верный провожу руки прочь вот это вот мои самые ночи жива я уже свое самое старое маточное дерево спилил сувенира у него был рекордный урожай больше 30 ведер и она рухнула просто вот так вот раз что спасло это дерево почему до сих пор не рухнула это амур то же самое старое чужого то рухнула пришлось выпилить ну замена растет ладно а вот но как его уничтожить пригласить специалиста самыми известными фамилиями он возьмет спать или там был специалист который похоже не подробно я будешь говорить поверите им короче все это надо драть 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 если вы знаете как было написано помните просто раз один дописался до чего сдирать кору до древесины понимаете он спутал сад с мебельной фабрикой содрать кору дать она там у меня на фотографии была гнилая кора вот до древесины запоминаем руки прочь это один пример дело в том что ко мне приезжает я не могу каждому объяснить это нормальные деревья если это дерево дает просто нужно небольшие по полметра и ситуацию году она доложки ветер 15 она уже старенькая дает мало всего 15 ветер вот что мне теперь с ним расставаться я все ждал когда вот эта ветка держится за забор правая а левая висит возле ну когда же ты рухнешь то я же ничем не это не 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 тут была еще одна ветка я поддерживал но она все-таки рухнула вот следующее каком страшном снег это мои любимые деревья ребята посмотрите это мои любимые деревья но почему она жива а только потому что я не отрезал нижние скелетные ветки они до сих пор проносит вот жива на них цветы но еще я бы раз показывал не выдержу еще раз покажу смотрите налево его бить-то практически невозможно если не начинать его это лечить и наконец не дай вам бог подойти к этому дереву а знаете что это черный абрикос я к нему подходил показывал и показывал на у него такое цветение было буйное и сейчас то есть в этом году гоня вот как вас отучить чтобы коллег не колечить ими так нелегко выписал себе у всех огниет палец надо херачить по локоть вот это тоже самый принцип так теперь давайте так вот это мучистая роса у меня опыт случится росла очень ограничен я бы посмотреть не стал зачем мне брат мой юрий владимирович елизов он же мой это сказать главный как соратник да вот мы как два эти спина к спине приходилось и защищаться даже вот зачем он не свинью поснул зал прислал ролик а тут почти стараться вот я начинаю читать и сразу шерсть дыма ух какие специалисты причем это не просто специалисты это уже наука еще это до последнего слова ранее так как то так бывает или нет и так мучистая роса и на есть такое выражение за базар отвечает я должен ответить за базар сейчас объясню сейчас поймете чтобы вы раз навсегда не занимались с херней которая вас призывает вот распространена повсеместно кучистая роса вот ареал южные районы где снижает урожайность до 50 80 процентов на молодых листьях соцветия плодах сыровато белый налет мицелия и без полого спора в ношении запомнили про мицелий который охватывающую верхушечную розетку налет уплотняется бреет на нем появляется сумчистое спора ношения в виде черных точек это все учите это внешние признаки поняли вот пораженная листья скручиваются знаете я почти я бы на этом месте почему остановлюсь я не вижу разницы между телами людей и телами деревьев плодовых деревьев вот меня уже наверное прошло несколько лет а когда было самое это самый разгар как и назывался этот самый в это время лечился лазером меня эти унистажали вены на ногах вот такие вот шишки вот появились уже гниющие раны то есть все мне следующий этап был как у отца отпиливают ногу папах вот несколько месяцев мук и смерть вот меня это ждало то есть если бы не наука вот это наука современная я преклоняюсь меня когда-то спасло а то что вырезали желчный пузырь вот с этими камнями вырезали да вот и меня это спасло и вторая суси когда спасла наука не сам то есть медицинская наука это лазер были уничтожены вены вот эти весь из его прожить не поменялся у меня эти самые язвы исчезли но если деревьям такие меры как то вот так с ними не делают никто никакие ну еще бывают случаи лечения с помощью там ну допустим не только яда химиката что является высочайшей глупостью ну там биопрепараты вот или даже в чистом виде не поверите даже чистом виде даже допустим то что раньше называлось пенициллина и так далее вот этот все пробовали все пробовали все антибиотики пробовали вот возьмем лазер никто не говорит что вот на дереве появилась язва нужен лазер так и мне эти раны не лазер лечил стоило мне убрать причину так и у меня эти же самые сезли сами но если у меня исчезли язвы то на деревьях их принято вырезать а теперь представим себе что меня спасли бы ноги а значит жизнь меня бы не лазером вылечили а взяли бы острый острый наточили скальпель и начали бы у меня на ногах вырезать эти язвы считая что сейчас мы их вырежем и все и дерево вылечится и человек вылечится если вырезать ему язву вот и здесь я теперь долго говорил теперь подхожу к этому и так пораженные листья скручиваются опадает побеги не растут искривляется плоды с сожжавым налетом меры защиты и так у вас появилась якобы мучнистая роса никто не спорит допустим диагноз поставить правильный то есть поверхностный диагноз устойчивая сорта а сейчас я скажу первое и главное мучнистая роса по железу поражает листья которая и полный день находится на солнце вот кого поражает поражает беспощадно и если вы посадили в тень жалко мне это у меня 10 фотографий как у меня априкосы попавшие в тень покрывается мучнистой росой и вот здесь меры защиты устойчивое сорта бесполезно в тень посадил вот вам устойчивое сорта вырезка пораженных побегов вначале вы калечите дерево вот так вот так вот калечите только вырезаете на кольцо калечите появляется мусистая роса не потому что вы у вас просто более дерево от болеет больное дерево искалеченное дерево а дальше уничтожение растительных остатков сколько стучать вот и какие хрен уничтожение растительных остатков это дерево остается голодным мало того что солнца не хватает практически во всех случаях какое уничтожение остатка растительность опрыскание биопрепаратами много денег прыскайте пожалуйста вот мне нравится знать что биопрепараты не так колесит почву и фунгициды не так колесит почву как чистый яд но деньги есть купили все это и если у вас сейчас дерево покрыто тенью никогда него не то вы никогда не вылечите этот гриб вот как он там это 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 самый сейчас все и цели где он тут а вот белый налет мысли ничего вы ему не сделаете пока дерево болеет он будет вот почему когда вы будете прыскать биопрепаратами так и фунгицидами почему ни один не посмотрел что потом продолжает болеть пока вы не а прекратите калечить дерево это одна причина вот ослабленное дерево и вторая причина еще и эти самые недостаток солнца посадили дерево в тени вот и получаете а это что я еще раз веселье на сан савинич есть эти молодые ученые из ее уже этого окружения помните я говорю ну вот и даже показывал так вот это все нужно доказывать это все нужно доказывать раз навсегда всей стране чтоб хернёй не занимались не калечили деревья не садили в тень так идем дальше мало говорящий 40 минут это тот же самый каталог 22 23 перешлите друзьям никто не пересылает моему огромному сожалению или сколько я выбросил вовремя не продала и перасли и все и теперь это компост так еще раз объявление вроде бы тоже черенки любого сорта 100 рублей косточки абрикосов слив вишен черешен 15 рублей кодовое слово гость а дальше я добавил для сухих семян тоже пришло лето уже практически садить поздновато можно но у меня и почти ничего не осталось кто-то может покопаться в каталоге но я не настаиваю на этом пришло время сухих семян дешевых вот таких вот дешевых смотрите какие у меня сухие я расширил список абрикосы сейчас даже до зимы есть а море сыновья манджурца патриарха это еще 5 этих самых разновидностей серафимы артемы 7 самуров еще пять манджурцы настоящая чистая манджурцы хотя чистая не чистая но они тоже гибридные жердели и сикатаринцы это все по 15 рублей я расширил список до июля а потом локти кусайте кто не успеет до июля почему в июле со второй половины начинает сыпаться абрикосы деревьев свеженькие будут и извините по полной стоимости плюс наверное еще и инфляция так вот еще есть у меня сухие вишни это двадцать третий год сухие черешни двадцать третий год тут у меня нет ничего старого нет груши двадцать третий год манджурские орехи двадцать третий год я все это когда собирал показывал фильмах чем хороши мои фильмы они позволяют много лет следить за ними тем же деревья это не то что привел и больше никогда не увидеть эту прививку потому что приватить это не в середине лет вот а потом все это дохнет наверняка даже посадка всяких этих и так скидка до июля действует а потом полная стоимость так что делать выживать надо приходится мне и заниматься рекламы вот это вот пришлось сегодня а я растерялся бывает как это же в комментариях вот сегодня не отвечу а потом уже никто туда больше не заглянет я написал отвечу на вебинаре шесть часов назад здравствуйте вы меня извините за глупый вопрос заметьте вопрос мудрейший но сделайте скидку начиная всю заводу подскажите какое время лучше высаживать яблони и груши лучше прижали сибири разве это глупый вопрос самый важный вопрос раз уж ты сам не выращиваешь а может быть и выращиваешь хотя нужно пересадить взять вырастил пересадить на постоянное место когда лучше вот я столько раз на этот вопрос отвечал фотографиями с датами сейчас я очень-очень у нас иначе бывает для самых важных тем дайте не могу вот чек попросил ответить отвечаю и так весной 41 как порно раньше хорошо все заготовлены холмы катара читаю хорошо если у вас нет колдущиков и вы можете достаточно рано достать купить саженец на майские праздники я смотрю как у нас уже все цветет себе это цветется а привозят на рынок смотришь а на нем ни одного листика нет он спит это значит достали с погреба на сколько он отстал на месяц на два все нормально допустим живой посадили зимой замерзнет он не успевает вызовет зимой замерзнет значит если садить весной хорошо когда все рядом например питомник рядом вы доверяете как сергею выкопали подъехали через час он уже сидит уже в вашем саду приезжали смайли сережки приезжали с минусинская бакана я привык показывал все честно и красивые упакованные саженцы в госках показывал выросли выросли на госках и вот эти что вставили присыпали халтуру и на рынок вот эти с этими просит тогда получается по возможно только оттаяла их тоже нужно как можно раньше даже с саженцем железовой семье нужно максимальный летний период и плюс осень чтобы они успели вызвать даже им это очень важно итак весной срок один как можно осенью два срока первое еще листья пересадили опять же не не из этого не из посылки вот не дай вам бог я в самый первый раз я видел посылку с покупными саженцами поселки майна я запомнил в улице дом 2 прошло лет 20 даже дома запомнил а улицу уже забыл а то все долго все эти годы съездить посмотреть а меня уже знали вот и посмотрите мы посылку получили а я был на рынке в майне тогда в майне рынок был сейчас у меня тогда был от этого самого от рынка идти до не было минуты 3 заходим и она разрезает коробку я смотрю вы знаете саженцы были с листьями набиты так плотно прямо вот так вот кто-то из сжимал прежде чем забить эту посылку вы помните времена когда они были из этого из тогда посылок не было таких как сейчас сейчас коробку высадить легко только упакой полиэтилен а тогда были эти сейчас помню как и деревянная сейчас и картон понять они были фанерные вспоминаем и кто-то затолкал туда так когда мы открыли а видимо шла долговато в то время же дольше шли эти посылки ну до двух недель до трех бывало запах прелости я достал их оттуда господи они же сгнили фактически полу сгнили поле сухие листья их много это примерно как веник который мы идем в баню вот такое я достал чудо а почки то кто про них подумал а они-то если даже живы когда же они вызвали на улице то был этот самый сентябрь вот так вот и что получается получается что ранний срок для кого ранний весенний ранний осенний для тех кто может взять приехать надежный питомник выкопать и тут же посадить чтобы он даже не успел пересадку почти не заметить плюс страшная сильная обрезка чтобы даже горшка и все равно обрезка нужно сейчас такое что пропущу опять пропущу вот это пропущу вот потому что время мало осталось мне на такой все важные вопросы все раскрутить вот я люблю такие эти дискуссии люблю когда меня и по морде но по носу щелкаю скажем так вот видите лучше меня знаком с китайками если чего вернемся чуть позже а пока пропускаю эту тему мне доказывает что есть что они неси удобные они настолько сладкие что их есть невозможно расскажи как анекдот приятель вырубил сказал их есть невозможно слащавы заметьте не горькие не кислая а сначала давайте сейчас пока пропущу если еще пара тем очень нужно нужно пока пропускаю но таким мимоходом значит дело в том что это мой сад слева сад а вот это уже моя яблоняй китайка одна вторая тубе вот я любопытно мне приказано было еще 30 лет назад когда я читал эти все То, что я сегодня называю это макулатурой. Вот. А тогда я считал серьёзно, что если черемуха растёт близко к яблоням, яблоням хана. Её надо уничтожить. Там не написано это, не садить её или ещё. Если она растёт, уничтожить. То есть я должен залезть соседу и уничтожить этот черемух. Почему? Якобы у меня погибнет три яблони. Я каждый год жду, 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 жду. А я их даже не опрыскиваю. Даже есть черемуха, нет черемухи. Вот. Но почему я должен всё это на свежку испытывать? Страшно рисковал. У меня шикарные бельфёрки таки. Они же погибнут. На них напал. Черемуха напала. Ой, ё-моё. Сколько дури. Так. Ну, это и вы же понимаете. Каждый год выбрасывал. Но я выбрасываю это. Меня спасла дама. Та самая из этого самого. Из Москвы. Которая у меня лишних. Всё было бы такое уже. Потому что всё равно никто ничего не заказывал. Нет. После неё было несколько заказов. Но я мог бы ещё 2000 на 5, на 10 продать. Вот. Но уехала и уехала. Вот. Как я спасал сад. Вот эти. Посмотрите, видите, какой кривой. Видите? И стоил 1300 рублей. И никто не купил. А какой дурак за 1300 рублей купит кривой, горбатый, саженец. Пусть в горшке. Пусть ему скоро плодоносит уже. Ну, кто же будет покупать. Ну. Вот. Ну, чё ж. Угадали, чё. Посадил себе. Вот. А потом бы вот тем, кто смотрел на него, побрезговал и не купил. Приехали в мой сад. Именно они. С помощью, там, может быть, машины времени. Я иногда мечтаю. Воду машину времени завести. Может, там услышат. И будет машина времени. Чтобы сравнивать. Вот. И показать эту красоту за 1300 рублей. Которую её, это, побрезговали купить. Это так. Это называется, знаете как? Это называется реплика. Вот. А это 28-го ию... Нет, 28-го июля. После... Июнь, июль. А, а, 28-го августа. Круглый стол. Супер садоводы сидят здесь. Вот. Видите? Это Татьяна. Это Ростовская. Ой, как я уважаю. Господи. Господи, какие у нас люди. Ну, почему? Всё лучше оттуда, а не в институтах. Ну, как так? Вот. Вы представляете? Вот он, круглый стол. На этом столе меня заставили прочитать лекцию. Меня слушала Ростовская. Меня слушал сам, живой, бодно. Представляете? Ещё несколько человек такого же уровня. Мы были президиуме. А почему я вам показываю? А потому что вот этот саженец в горшке выращенный. Заметьте, 28-го августа. 28-го августа я почему знаю? Пошёл снег. Вот взял и пошёл снег. Вот. Было несколько градусов мороза. Один день. Снег тут же оставил. Всё нормально. Ну, вот это он, я, чтобы не быть болтаном, мне сказали, я буду читать лекцию. Вот сказали, буду читать. Я сказал, вот смотрите, какие даже высаживаются. А про это я ни слова не сказал. Вот. А это тут же реакция была. Будет круглый стол. Будет, а это музей. Вот актовый зал. Будет всех сто народу. Зал был полон, да. Тогда для меня это было престижно. Вот. Лекцию попросили именно меня прочитать. Я о чем горжусь. Я показал этот саженец. И вот так никто не купил. А мне помогал Сергей Железов. Это его саженец. Его никто не купил. Вот. Ну, уже всё. Уже те времена, когда горячие глаза прошли. Ну, это ладно. Но интересно, что вот это вот всё мёртвое, видите. Заметьте. Я тихушку, тихушку. Я не ломал вес еще. Я один-два поскрёб ногтём так, тихушку. Вот. Они мёртвые. А я потом спросил, откуда. Оказывается, есть организация, которая по стране их распространяет. Вот. Какие сорта, они сами не знали. Но это не важно. Они привезли, думали, что если это сто человек сидит, сейчас очередь образуется. Всё это расхватает. А к этому времени Сайоногонск уже успокоился и уже притих. Уже никому нахрен не надо. Сергея вот этот саженец за тысячу рублей, вот этот, не купили. А он скидывать цену не стал. Ну, допустим, до 500. Вот. И увёз обратно на моей же машине. Тогда у нас это. Одна была машина на двоих. Вот. Мы увезли обратно. Но вот это вот и есть символ. Откуда я, знаете, допекло? Из Европы. Вот. Несколько перевалок. Они уже мёртвые. А их всё ещё продают. Вот. А вот эта, Татьяна Жестовская, у неё свой сад, свой питомник. И вот то, что она выращивает. Вот это вот чудо. Это сказка. Посмотрите ещё ближе. И на Жестовскую. Пусть она полуоборота смотрит. Пусть. Посмотрите на этот стол. У неё лучший виноград на этой стороне. Вы видите персики? А? Вы видите груши. Знаете, как это соль груш? Сказать, это мраморная груша. Вот. А яблоки видите? Ну, можно догадываться, что это, может быть, это из лучших. Может, это яблоки, эти красные. Скорее всего, это мелба. Скорее всего. А вот там ещё яблоки. А сливы какие. А вот это вот привезут, люди посадят. И ни одного плода не дождутся. А вы что думаете, что у неё посередь, что ли, у этой? У Тани Жестовской. Так же, как у Сергея. За осень 7-5 приехала со всей Сибири. Самые дальние приехали из Алтая. Чуть ближе были с Красноярска, ещё ближе. Якобы были москвичи, но я не расспросил. А вот это, скорее всего, они ехали мимо. Вот вам, пожалуйста. Вот. Ну что, идём дальше. Я ничего не скрываю. Ни хорошего, ни плохого. Вот. Что толку организовали круглый стол? Ну. Вот это вот, это самое. Торжествуют те, кто продаёт вот эти. А вот тут приходит ко мне человек, выписывает у известного садовода. А я не имею морального права говорить. Ни как называется его фирма, ни как называется его фамилия. Ну, давайте глядеть. А человек уже получил. Вот. Смотрите. Крупный план. Вы видите вот это, самый левый? Вы Сергея такие видели? А теперь смотрим, самый правый. Внимание. Посмотрели? А человек уже получил посылку. А вот вторая из этой же посылки. Внимание. Не взять, не отвязать эту самую изоленту. Это значит, сажется уже год. Под ней, наверняка, уже всё сгнило. Мало того. Ну, тот, кто отправлял. Ну, разве можно вот так, вот такие отправлять, а? И не имею морального права, эти-ка. Не имею морального права сказать, кто это, такие высылает. Ну, знает тот, кто это. Тот, кто мне эти фотографии присылал. Свежие фотографии. Вот. Мне задали вопрос. Как садить в горшках? Ответ. За подлецом с землей. Вот. Видели вот слева? Нет, самая правая. Вот уже зелень. Вот. Они уже посажены. Это конец сентября. Посажены ещё листья. Держатся. Ни один не умрёт. Уже высажены. Потом будут привиты прямо в горшках. А вот сейчас вот он берёт и продолжает эту посадку. Итак. Осенью. Довольно рано. Садить можно. Если осторожно. Держатся. 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 Держатся.